Жизнь христианина это стиль жизни. То есть призвание это служение или это просто твоя жизнь? Это твоя жизнь. Могу я узнать свое призвание вот прямо сегодня? Тяжело очень. А если бы у вас осталось всего 24 часа, что бы вы делали в последний день? Да, я бы проповедовал и говорил бы, ищите Господа, пока можно найти его, призывайте его, пока он близко. Господь с вами, когда вы с ним. Добрый день, вы на канале We are the Lord, и сегодня с нами пастор нашей церкви Валерий Христоф. В этом интервью мы узнаем о нем чуть больше. Я думаю, мы сразу перейдем к первому вопросу. Расскажите, как начиналась ваша христианская жизнь? Ну, вас привели родители в церковь? Или, ну, как вы вообще стали верующим? Ну, вообще история очень интересная. Я родился в христианской семье, с детства верующий. Но, знаете, то, что ты родился в христианской семье, это не означает, что ты автоматически уже, как говорится, познакомился с Богом лично. То есть ты знал о Боге, я знал, допустим, знал о Боге. Мне родители прививали любовь к Богу через то, что водили в церковь. Дома говорили, учили молиться, учили рассказывать стихи, петь. Мы в церкви постоянно были участниками во всех мероприятиях. Какая-то детская программа, мы обязательно пели, рассказывали. И это привило некую любовь к Богу в общем формате. Но понятно, что впоследствии, когда мне стало 16 лет, до 16, ну, где-то 15, я уже начал немножко задумываться, кто такой Бог, вообще, что такое христианство, почему Бог одним отвечает на молитвы, другим не отвечает, почему вообще нужно молиться. И все вот эти вопросы, как каждый подросток, скажем так, или в таком возрасте, каждый человек приходит, кто-то может чуть-чуть позже, кто-то раньше, я не знаю, но у меня было где-то в 15-15,5 лет. Понятно, что я пытался найти вопросы на многие вещи. Некие вопросы задавал, некие вопросы где-то в Библии вычитывал, ответы на вопросы. И в 16 лет я попал на молодежную конференцию, которая происходила в Москве. Вот именно там меня Бог сильно коснулся, и это была моя личная встреча с Богом. Когда я реально покаялся, реально, что я имею в виду реально, это когда я упал на колени, я просто говорил, Господь, я понимаю, что я грешен, я жажду Тебя, я хочу, чтобы Ты жил во мне, чтобы в моем сердце был Ты, Твоя любовь, Твой мир. Бог тогда крестил меня Духом Святым, и вот это, получается, началось мое рождение свыше и моя христианская жизнь. В 18 лет я уже принял водное крещение. Почему 18, два года спустя? Потому что я тоже к этому вопросу очень, можно сказать, щепетильно относился. То есть я понимал, что если ты делаешь это решение, то оно должно быть твердым, потому что Библия нас хочет, чтобы наши решения, наши слова, чтобы они были да-да, нет-нет. То есть или я понимал всегда, либо жить с Богом, либо жить без Бога. Знаю многих людей, которые начали хорошо, ну, потом что-то произошло, потому что не было вот этого твердого решения, не было изначально. Даже Павел говорит, что были те, которые с нами начинали красиво, но, к сожалению, полюбили нынешний век и ушли не туда, куда надо. А как вообще ваши родители повлияли на путь? Они заставляли что-то делать, заставляли ходить в церковь? До 16 лет они меня заставляли. Они заставляли, опять же, не в таком формате, что там, ну, ты должен, ты не пойдешь в церковь, там не встанется, что с тобой будет и тому подобное. То есть оно не было из-под палки. Они правильно преподносили, что тебе нужно пойти в церковь, тебе нужно сегодня быть там. И как-то вот у них Бог какую-то мудрость им давал, что они преподносили так, что я понимал, что мне надо быть в церкви. Ну, они вообще запрещали что-то вам делать? Ну, понятно, что запрещали. Они учили, что хорошо и что плохо, потому что до этого момента ты можешь натворить всяких делов, и для этого и родители. Я сейчас сам отец четверых детей, я понимаю, что в некоторых моментах я пытаюсь предотвратить ошибки моих детей, чтобы они что-то не сделали не то, что надо. А как вы вообще нашли свое призвание? Сейчас популярный вопрос очень про призвание. Именно как вы нашли его или вообще? Ну, есть оно у вас сейчас? Ну, смотрите, вопрос призвания – это очень такой, скажем, обширный. Когда Иисус начинал свое служение, он, вы помните, когда первые ученики, он им говорит, оставьте сети и следуйте за мной. То есть наше призвание – это следовать за Христом изначально, если так, в общем формате взять. Если уже более детально, свое призвание, наверное, начал понимать, когда я начал играть, мне не пришло сразу, что это мое призвание. Мои родители меня, они с детства нас учили, они обучили нас в музыкальной школе, то есть они платили… Я пять лет, допустим, учился в музыкальной школе. Они дали нам какое-то музыкальное образование, и они нас всегда как бы настраивали на то, что мы будем служить Богу. Получается, что они как-то прививали некое… какой-то интерес, наверное, или они говорили, что вы… Вот я хочу, папа говорил, я хочу вас видеть в церкви, чтобы вы прославляли Бога, чтобы вы славили Бога. И вот оно все как-то вот… Они прививали это, при том, что они сами пели всю жизнь в группе прославления, до момента, когда папу рука положили на пастыря. Он дьяконом был, и он пел в группе прославления. Получается, в 16 лет, когда Бог крестил меня Духом Святым, мы приехали назад в Украину, с Москвы, с Россией. Папа начал как-то вот разговор со мной, что надо в церкви, чтобы ты начинал играть. Папа тогда открыл новую церковь в селе Каланчак. Помню, купили этот самограйку-синтезатор за 200 баксов. Это была интересная такая тема вообще. Я знал там пять аккордов. Мне подсказали, там, с Лео Минор я все песни играл, ну, первые. Ну, это, скажем, классика жанра, что ты сделаешь, что такое было. Ну, потихонечку потом я начал больше и больше вникать, потому что я вообще закончил пять лет на аккордеоне, пиано для меня было далеко. Если кто-то мне сегодня задаст вопрос, могу я узнать свое призвание вот прямо сегодня? Иногда может Бог просто проговорить тебе, да, лица, но начинается все с того, что ты ходишь с Богом, ты ищешь Его лица, Библия говорит, ищите прежде всего Царство Божьего, и правда Его, остальное все приложится. Мы знаем, это Матфея 6.33. Это очень четко говорится об этом, когда ты ищешь Божьего лица, когда ты стремишься к Нему, то Бог впоследствии будет тебя вводить, ты будешь слышать голос Божий, ты больше и больше будешь понимать, что хочет от тебя Бог, потому что только познакомившись с человеком, ты не можешь понять, что от тебя хочет человек, потому что только произошло знакомство. Так же и с Богом, когда ты только познакомился, первые стадии твоей жизни, и хождение с Богом, тяжело очень понять, уразуметь, что от тебя хочет Бог. И мое призвание, скажем так, оно не открылось сразу, оно открылось там, не знаю, года 3-4, после того, как я там начал играть на клавишах и петь. Я потом начал больше и больше понимать, что это действительно Бог хочет, чтобы я это делал. Интересно, что, если ты задашь вопрос, может ли твое призвание как-то вот поменяться или сделать какой-то shift, я думал, что оно никогда не поменяется, но так произошло, что со временем как-то меня рукоположили на дьякона, и после этого, это в 10-м году было, и в 19-м внезапно меня поставили перед фактором, Валера, мы тебя будем рукополагать на пастыря. Я как-то, слушай, ну как это, я же лидер прославления, я же прославитель, но потихонечку начал Господь просто во мне что-то производить, какие-то другие желания и менять в каком-то ракурсе мое призвание. Я понимаю, что как христиане мы должны быть всегда гибкими. Почему? Потому что сегодня ты можешь вести одну роль, а завтра Господь захочет тебя просто, что ты занял какое-то другое служение. То есть, служение может меняться? Конечно, может меняться. То есть, призвание это служение или это просто твоя жизнь? Это твоя жизнь. Бог призывает тебя, чтобы ты следовал. А уже служение, оно может меняться по жизни. Главное, опять же, моя мысль, мое понимание, это всегда быть в воле Божьей. Если ты это, добьешься этого момента и ты реально будешь ходить в воле Божьей, человек, он будет себя чувствовать полезным для Царства Божьего. И то, что ты будешь делать, оно тебе никогда не будет в напряг, оно никогда тебе не будет в тяжесть, ты никогда не будешь от этого уставать. Ну, я не верю в перегорание. Люди говорят, ой, я перегорел. Слушай, когда ты подсоединен к источнику жизни, к источнику живому, ты не можешь перегорать, потому что он не перегорает. Тогда немного о себе можете рассказать, чтобы просто о вас узнали, о ваших хобби, может быть, чем вы занимаетесь вообще в свободное время или про ваш бизнес. Я знаю, что у вас есть бизнес. Свободного времени, конечно, у меня очень мало. Хобби у меня, с 13 лет я занимался голубями, вот такое мое хобби. Просто некая любовь к голубям, допустим, вот почему-то она так у меня проявилась. У меня дедушка держал голубей, папа в свое время тоже держал голубей. И вот так оно как-то передалось. Конечно, сейчас, в последнее время, оно немножко, это хобби осталось в стороне, потому что есть более важные вещи. Голуби, они были и будут, а служение Богу, то, что ты принесешь, то, что ты сделаешь для Господа, это более важное, намного важнее, это самое важное. И понятно, что семья, когда дети вырастают, ты понимаешь, что ты больше времени должен с семьей проводить и как-то детям какое-то внимание уделять. И у вас есть бизнес, и чем вы вообще занимаетесь? Ну, бизнес у меня, я занимаюсь, я roofing contractor, если по-английски, то есть контрактор по установке крыш. Мы устанавливаем крыши любой сложности, любого вида. Слава Богу, Бог благословляет, дает возможность содержать семью и еще помогать другим. А что вас вообще вдохновляет? Мотивирует как-то, вот вы утром встаете и идете куда-то, и вас вдохновляет. Я тебе скажу, что даже утром, выйдя на улицу, если ты рано встал, я не говорю, когда ты встал в 9 или в 10, в 9-10 уже солнце светит по всю катушку, а когда ты рано встал, рано утром, почему Давид говорит, господи, ты бог мой, от тебя от ранней зари ищу я. Рано это в 4-5? Не, рано это, когда только на улице начинает становиться светло. Это в разное время, это по-разному. Допустим, сейчас где-то в 6.30 ты встанешь и выйдешь на улицу, и когда я выйду и вдохну этот свежий воздух и посмотрю на небо, я просто протяну в свои руки, говорю, Господь, ты велик, прекрасно, что ты дал мне еще один день в моей жизни. И понятно, что вдохновляет, тут даже свежий воздух, природа вокруг, или смотришь даже на небо, на голубое небо, оно тебя уже связывает с Творцом, с всемогущим богом, и ты понимаешь, что однажды ты будешь там, куда ты стремишься. Оно мне дает какое-то стремление, мотивацию к жизни, к стремлению к небесам, потому что я смотрю на эти небеса, и я понимаю, что там всемогущий бог, который на меня смотрит. А если бы вы увидели себя, ну, поговорили с самим собой, 20-летним, какой бы совет дали? Ну, то есть сейчас нынешней молодежи, может быть, какой-то совет? Ну, в 20 лет, это такой возраст, когда ты полон энергии, когда тебя просто рвет, то в этот момент я бы просто посоветовал, максимально отдайся в руки бога, максимально просто посвятись и сделай что-то для всемогущего. Почему? Потому что, когда ты выйдешь замуж, женишься, уже не то. А в 20 лет, мне кажется, это самый такой вот энергичный возраст в твоей жизни, когда тебе кажется, что под тобой горит земля. И ты можешь столько сделать для Господа. Ну, а как держать этот баланс между работой, может, там, учебой, служением? Ну, нельзя же просто служить все время или все время работать? Нужно как-то достигать всего. Как держать баланс вот этот вот? Ну, этот баланс, во-первых, он приходит не сразу. Твое хождение с Богом, да, вот ты начинаешь степ-бай-степ, ты потихонечку возрастаешь в познании Бога, и сначала там, ну, ты раз там в день молишься, там, сначала как-то ты Бога там где-то чуть-чуть увидел, почувствовал его воскресенье, там, может, среду на молитве, такое, но со временем это перерастет в то, что ты будешь чувствовать Бога каждый день. И это для тебя, оно станет, Бог станет не только помощником во время проблем, а он станет Богом над всей твоей жизнью. Как говорит Давид, иду ли я, отдыхаю ли, и ты окружаешь меня. То есть, даже когда ты идешь дорогой куда-то, Господь с тобою. Когда ты отдыхаешь, Он тоже с тобою. Почему? Потому что мои любимые слова, которые как бы меня всегда, я сам себе это проповедую и говорю, да, ищите Господа, пока можно найти Его, призывайте Его, пока мне есть Он близко. Это одно. И второе, Господь с вами, когда вы с Ним. Если вы оставите Его, Он оставит вас. То есть, Бог никогда не оставляет первым. И когда я ищу Его лица, когда я живу с Ним ежедневно, ежеминутно, кто-то может со мной быть несогласен, у кого-то какие-то другие понимания, но это я, это мое понимание. Жить с Богом, это быть всегда с Ним, и чтобы Он был всегда с тобой. И тогда ты не будешь искать вот этого баланса. Почему? Потому что Он сам придет автоматически, и Бог будет двигать тобой. То есть, ты дойдешь до такого момента, что тебе не надо будет самому себе напоминать, ой, я же верующий, я же там христианин. Понимаешь? Оно, жизнь христианина, это стиль жизни. Это, это не, не от воскресения до воскресения. Еще один такой момент, я поделюсь, мне было 21 год, мне было, я помню, как сейчас, мы с нашими родственниками, с друзьями, поехали купаться на Ауборн, на речку, что-то у меня вот такое, знаете, какие-то переживания были свои, то есть, я что-то вхождении с Богом, я искал какого-то там утверждения, или пытался уразуметь, понять, что от меня хочет Бог. Я помню, как сейчас, я сижу под одним деревом, сам, все купаются, все имеют хорошее время, все там развлекаются, а я вот сижу под этим деревом и просто размышляю, что такое жизнь. Вообще, как ходить с Богом, что вообще нужно от меня. Короче, разные такие вот вопросы у меня просто возникают, вся жизнь передо мной, вот так, и я помню, голос, который полностью пронзил меня, и это было Матфея 6.33, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. И вот это для меня был такой просто старт, или какой-то, или знаете, как толчок, который меня, это как клубок, который закрутился вот далеко-далеко, и оно мне просто подтолкнуло искать Господа и жить в этом. Просто действительно я понял, что от меня хочет Бог, искать Его лица, искать Его Царство прежде всего. И знаете, и знаешь, все оно как будто начало становиться все по своим местам. Я это заметил, но мне надо было услышать это, когда я хотел это услышать. Я хотел услышать, что хочет Бог сказать во мне, что Он от меня хочет. Вы говорили такое, что показывать свою жизнь другим людям. И я хочу спросить, как проповедовать Евангелие в современном мире? Может быть, показывать своей жизнью, или у вас есть какие-то, может, лайфхаки, как общаться с людьми, как им проповедовать? Есть разные виды проповеди, да, там кто-то с кафедры проповедует, кто-то там ведет какую-то ячейку, то есть это служение в церкви. Но вообще наша проповедь это каждодневная или повседневная жизнь. То есть ты своей жизнью ты проповедуешь. Иисус сказал, вы письмо Христово всеми читаемое, всеми узнаваемое. За нами всегда наблюдают, особенно за христианами. И Библия говорит, если свет в вас тьма, какова же тьма? Вот эти вот моменты мы должны, как христиане, вот доходить до того, чтобы понимать, что такое хождение с Богом и что от нас хочет Бог. Это жить во свете, жить с Ним, позволить Ему быть Господином нашего сердца, нашей души, нашей жизни. И уразумев вот это, ты будешь везде проповедовать о Нем, ты будешь говорить о том, насколько Бог велик, насколько Он всемогущ. Понятно, что сейчас есть разные методы, можно через интернет, вот интернет сейчас вообще он просто, это самый-самый, наверное, доступный на сегодняшний день метод проповедью. Инстаграм, там, фейсбук, вот эти все. То есть, не быть сконцентрирован на себе сильно много, потому что, есть люди, у которых девиз «Я мне мою», и они только на себя весь фокус делают, но твой и мой фокус должен быть на Иисусе Христе и сделать его известным. Принести этот свет в жизни других людей. Там написано, что если ты спасен, ты призван спасать. Мы иногда, как христиане, просто стесняемся, мы настолько как-то приняли это за привычное, что мы живем вот в этой благодати, нам классно, и мы какие-то как самолюбивые, какое-то самолюбие проявляется у нас. И мы забываем о ближних, которых тоже нужно подтянуть. Тоже им нужно рассказать об Иисусе. Это твои соработники, с которыми ты работаешь. В колледже студенты, с которыми ты общаешься, с которыми ты учишься, в школе, не знаю, твои соседи, люди, с которыми ты может в каком-то чате состоишь, общаешься. Я не знаю. У каждого свой путь и каждый, Господь поставил каждого в разные сферы. И если каждый сегодня будет стараться приносить этот свет в эти сферы, где ты находишься, мы этот мир перевернем за короткое время. Но я заметила, что в Сакраменто очень много верующих и здесь легко проповедовать Евангелие. То есть я иду и всем говорю, что я верующая, что я хожу в церковь и для меня это как нормально. Здесь все нормально. Но я смотрю, что люди они здесь все ходят в церковь, но если они не верят, здесь очень легко это делать, проповедовать Евангелие. как для меня, например, чем в других странах. Потому что здесь распространено. Спасение спасенных тоже никто не отменял и надо проповедовать и спасенных приходится. А если бы у вас осталось всего 24 часа, вы бы что делали, проповедовали Евангелие, выходили или что, чтобы вы делали в последние годы? А я бы проповедовал и говорил бы об Иисусе Христе как можно больше. Почему? Потому что это самая главная цель. Все остальное, оно проходящее, оно земное, оно сгорит. Но вы бы проповедовали или бы вы молились с Богом? Я бы проповедовал бы. Больше проповедовал бы, да? Конечно. как говорится, молиться. Молиться надо было до этого, проповедовать. Вот 24 часа остались, допустим. Это распространить его Евангелие как можно больше. Почему? Чтобы люди услышали. Потому что Библия говорит, что будет проповедана Евангелие во всей земле, и тогда придет конец. Вот сейчас приезжает много беженцев и какое у вас мнение по поводу войны? По поводу вот этого вот что сейчас происходит? Что вы вообще думаете про это? Ну, однозначно скажу, я против войны. Это 100%. Если немножко еще глубже зайти, я считаю, что церковь и политика немножко это два полюса. То есть, я не сильно согласен с тем, чтобы церковь была вовлечена в политику сильно. То есть, наша задача, конечно, молиться. Наша задача помогать тем, которые страдают в данный момент, это украинцы. мы молимся за них, мы сопереживаем, мы пытаемся всячески помочь этим людям. Почему я так это говорю? Потому что, если посмотреть, сам Иисус говорил, что царство мое не от мира сего. То есть, если мы сейчас начнем занимать политические стороны, помните, когда у нас в Америке были выборы, и все кричали за Дональда Трампа против Байдена. А внезапно Байден стал президентом, и Байден теперь поддерживает Украину, и мы все уже за Байдена. То есть, мы как христиане начинаем менять свои шапки. Поэтому, вот здесь мы не должны путать и перемешивать политику с церковью. Потому что Иисус сказал, я еще раз говорю, что царство мое не от мира сего. Я считаю, что как христиане наша задача спасать людей. Наша задача делать то, что Иисус делал на этой земле, потому что он оставил очень большой пример. Мы иногда, если мы начнем сейчас занимать политические стороны, то мы упускаем самый главный момент спасения людей. Допустим, мы высылаем финансы сколько можем, делаем свое дело. Как церковь мы помогаем людям, потому что они сейчас нуждаются. Но там вникать более в глубокие эти все детали, они и без нас разберутся. Наша задача молиться. Наша задача решать все с Богом, а не своими силами. Это мое мнение. Я знаю еще, что вы стали спонсором для некоторых людей из Украины, даже для моих друзей некоторых. Как вы вообще решились помогать этим людям, потому что это ответственность документальная и может быть даже финансовая. как вы решились на это? Как я решился? В свое время, я помню, мы приехали в пятом году сюда, тоже нуждались в очень многом и помню, как мы приехали в Америку, там было сложновато еще тогда. Мы приехали сюда, здесь это земля, скажем, возможностей, здесь много, намного больше возможностей людям и тем более сейчас в военное время в Украине, я понимаю, что людям там, кто-то остался без работы, у кого-то домов, остались без домов, ситуации сложные, родственники разбежались и тому подобное, то есть, ну, ситуация не из легких и я понимаю, что как христианин во мне идет побуждение изнутри, что я должен стать частью в этой ситуации и помочь людям и поэтому я решился, я говорю, слушай, ну, я это делал, во-первых, я это делаю изначально, скажу так, что я делаю не из-за каких-то целей вознаграждения там что-то получить от этих людей обратно, то есть, я понимаю, что это я делаю ради всемогущего Бога. Христиане сегодня особенно или даже не христиане, которые в очень сложных ситуациях в Украине и я могу чем-то им помочь, у меня есть эта возможность, опять возвращаемся к тому, к тому же стиху иметь достаток и быть чего уделять нуждающимся. Если есть достаток, если у тебя есть возможность помочь людям и ты это не делаешь, я считаю, что это грех. А вы вообще пастор церкви и какое видение вашей церкви? То есть, что вы хотите в будущем, может быть, чтобы церковь выросла до какого-то количества человек или вам нравится, что у вас маленькая церковь? Понятно, что есть некие перспективы в маленькой церкви, то есть, это как семья, люди чувствуют себя как в семейной обстановке, как в семье, но опять же, наша задача расти, наша задача, чтобы люди спасались. Я вижу церковь, которая вырастет, я ее вижу намного больше и многофункциональной. Почему? Потому что чем больше людей присоединятся, тем больше вариантов будет и тем больше будет возможностей многофункционально действовать и делать что-то для Царства Божьего. Моя цель видеть людей еще больше, которые восстанавливаются, которые исцеляются, освобождаются, люди, которые, скажем, не имея никакой надежды, приедя в эту церковь, получат надежду. Понятно, что если церковь количественно вырастет, я не вижу мега церковь в одном здании. Я вижу церковь, вот если она дорастет до определенного момента, я ее вижу дальше, что можно в этом же городе или в соседнем городе открыть еще одну церковь, как филиалы, типа в таком, это вот мое такое видение. И опять же, самая главная цель это проповедь Евангелия, самая главная цель это распространять Царство Божье в этом городе, в Сакраменто, в окружностях, в Калифорнии и дальше, и за пределами. А какие вообще материальные цели для вашей церкви сейчас? Может быть, вырастить воршип-служение или медиа-служение? Ну, рост, он необходим во всех служениях однозначно. То есть, если мы будем себя лимитировать и говорить, ой, мы уже чего-то достигли, это неправильное мышление вообще. То есть, даже сам Павел говорит, что забывая заднее, простираясь в почести Вышнего Звания во Христе Иисусе. То есть, это нормально. Возрастать нормально из веры верою, славы славы, силы силы. Это нормальное понимание и это нормальная мотивация. Нам нужно расти. Потому что, если мы не растем, то мы деградируем. Понятно, что много служений еще есть в церкви, которые можно было бы делать. И в данный момент мы начали сильно, немножко, как бы, перефокусировались еще на медиа служении вот это, получается. То есть, понятно, что еще нам расти и расти в этом, но ничего, мы где-то по-любому нам начинать двигаться. Окей, мы будем заканчивать и сейчас будут такие интересные вопросы. Надо отвечать быстро, чтобы побольше вас узнать. Кофе или чай? Кофе, конечно. Сладкое или соленое? Сладенькое. Работа или отдых? Работа. Окей, любимая еда? Болгарское блюдо, каварма. Любимая песня? Лайн, by elevation worship. Любимая книга? Библия. Любимый цвет? Красный. Любимая погода? Солнышко. Люблю солнышко, сильно люблю солнышко. И на этом все. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!